Впервые многочисленные гости фестиваля «Аргиш Надежды» смогли не только увидеть многообразие Севера через песни и танцы, но даже ощутить его аромат. На Ринмаре в рамках межрегионального праздника работала парфюмерная лаборатория, где жители региона создали свои духи Арктики. Чем пахнет белая макушка земли, узнала Любовь Пермякова. Капля за каплей и в руках прекрасной половины человечества рождается новый аромат. Пять участниц мастер-класса духи Арктики сегодня сами сочиняли свою ароматную историю. У меня там лимон, роза, фиалка, смородина, манго, бельгамот. А какой у тебя аромат получился? Такой вот очень сладкий. У кого-то он получился сладкий, кто-то почувствовал в дыхании Арктики морозную свежесть или даже запах цветущей тундры. Вот у меня, например, я сегодня тоже участвую в мастер-классе, у меня это свежесть, но свежесть не ледяная, а свежесть трав, свежесть леса нашего, леса тундры даже скорее, да. То есть вот у меня такие духи. Ты своим ароматом довольна осталась? Пока да. Я еще не до конца поняла, но пока довольна. Это на первый взгляд кажется, что создать духи очень просто. Стоит только размешать эфирные масла с парфюмерной базой и синтетическими душистыми веществами. Но это совсем не так. В древнейшем виде искусства, по словам парфюмера из Санкт-Петербурга Натали Светлой, важно соблюдать не только пропорции, но и алгоритм. Смотрите, когда все компоненты мы уже добавили, берем палочку и перемешиваем. Душистые вещества должны хорошо перемешаться и раствориться, чтобы звучать красиво. После этого стакан ставим, его представьте, что он прилип, мы его не трогаем. Палочкой надо взмахнуть. Создание парфюма сродни колдовству, а взмах волшебной палочки – это один из последних этапов в создании получившегося аромата. И возможность, если нужно, добавить в него последние капли. У нас сейчас еще есть возможность, мы будем доводить до нужной концентрации, поэтому чего-то можно будет добавить. Ну, вообще, изначально состав писал так, что оно звучит очень гармонично. Мне нравится. Мне тоже. Наталья Светлая – один из профессиональных парфюмеров в России. Она создатель ароматов «Бандитка», «Кофе-ваниль», «Сказочный лес» и «Русская кожа», которые уже знает и успели полюбить ценители запаха. Кстати, она создает еще и персональные духи. Раньше это было возможно только во Франции, чтобы человек поехал и заказал себе персональные духи. Сейчас это можно сделать у нас в России. Я провожу мастер-классы и я провожу еще обучение в школе парфюмеров. А самый, допустим, необычный аромат, который вас просили создать, можете вспомнить? Они все необычные. Абсолютно все разные, все необычные. У каждого своя история. Каждый приходит, рассказывает причинам, почему ему надо иметь именно свои духи. Кто-то говорит, что мне надо духи, чтобы они были моей визитной карточкой, чтобы я пользовалась там ими всегда и везде, и по ним меня узнавали. Теперь визитная карточка, благодаря парфюмеру Наталье Светлой, будет и у нашего округа. Такого подарка в истории региона еще не было. Парфюмер из Санкт-Петербурга Наталья Светлая привезла для нашего округа эксклюзивные духи. И теперь Арктику можно будет не только посмотреть, но еще и понюхать. Как признается парфюмер, чтобы создать именные духи для Ниньского округа, ей пришлось сделать невозможное – почувствовать запах Арктики за тысячи километров. Этот аромат я создавала еще не побывав здесь, поэтому я создавала Арктику, как я ее представляю. То есть для меня Арктика – это аромат древесный, холодный. Здесь есть много мхов, дубово-мох, древесный мох, древесные ноты, пихтоможжевельники, кедры. Здесь есть еще, чтобы этот аромат был такой для мужчин и для женщин, здесь есть и цветочные ноты. Ну и он очень холодный, влажный. То есть много аквадических, много древесных и много таких мшистых нот. Наталье Светлой раскрыть в аромате Арктику удалось, как, впрочем, еще 15 участникам мастер-класса. С собой они унесли по 10 миллилитров созданного ими парфюма и неизмеримую любовь к родному краю, которая уместилась в одном флаконе. Любовь Пермякова, Антон Водряков, Телеканал «Север».